Всем привет, в этом видео мы поговорим об обновленном браузере Microsoft Edge. Действительно ли он стал так хорош? Браузер уже давно стал одной из важнейших программ на ПК, так как с его помощью мы можем попасть во всемирную сеть, прочесть свежие новости, совершить онлайн покупку, воспользоваться социальными сетями и многое другое. Для всех этих целей мы полагаемся на этот инструмент и пользуемся им годами. Но если раньше выбор браузеров был невелик, то на данный момент уже есть из чего выбирать. В данном видео я покажу что из себя представляет новый браузер Microsoft Edge на основе движка Chromium. Разберемся в особенностях новинки, посмотрим какими функциями он обладает, действительно ли он стал так хорош, чтобы стать заменой вашему привычному браузеру. Как видите обновленный Edge получил новый логотип. Скачать обновленный браузер можно на официальном сайте Microsoft. Открыв старый Edge автоматически загрузится страница для скачивания новой программы. Вам достаточно лишь кликнуть по этой кнопке. Как видите помимо десятки браузер доступен для платформ Windows 8, 7, macOS, iOS и Android. Также он поддерживается более чем на 90 языках и доступен на мобильных устройствах. В Windows 10 пользователи получат данный браузер вместе с обновлением. Какими же особенностями он обладает? Первая и самая важная особенность Edge на базе Chromium тесная интеграция с онлайновыми сервисами Microsoft. По умолчанию браузер оснащен средствами авторизации в Microsoft аккаунте и синхронизации пользовательских данных на различных устройствах, а также поддержкой поисковой системы Bing, сервисов информационного портала Microsoft News, переводчика Microsoft Translate и прочих служб. При этом привязанных к сервисам Microsoft в большинстве случаев не настраиваемая и от поддержки некоторых из них при желании можно отказаться. Еще одна гордость разработчиков – возможность персонализированной настройки страницы с новой укладкой. В параметрах браузера можно выбрать компоновку, дизайн и содержание новой укладки, отключить фоновое изображение, отображение новостей и блока быстрых ссылок. Особое внимание уделено обеспечению конфиденциальности и приватности пользователей в работе в сети. В дополнение к пришедшему из классического Edge модуля защиты от фишинговых и других вредоносных ресурсов под названием SmartScreen в обновленном браузере появилась система защиты от отслеживания во время просмотра сайтов. Новая функция активирована по умолчанию, оснащена тремя уровнями настройки и обеспечивает блокирование различных веб-трекеров и скриптов, используемых рекламными и аналитическими агентствами для слежки за действиями пользователей в интернете. Ее можно включить как для всех сайтов, так и отключить для отдельных взятых. Сильной стороной нового Edge является возможность установки расширений как из магазина Microsoft Edge Addams с пока еще скромным ассортиментом настроек, так и из маркета Chrome Web Store, насчитывающего тысячи полезных приложений, и это не может не радовать. Немало в новом Edge реализировано и других любопытных новшеств. Среди них можно выделить поддержку Azure Active Directory, потокое воспроизведение 4К видео, голосовое озвучивание веб-страниц и наличие темной темы оформления браузера. А теперь детальнее о его полезных функциях. При первом запуске вам будет предложено настроить страницу новой вкладки. Здесь есть три варианта – вдохновляющая, информационная и сконцентрированная. Коллекции позволяют легко собирать, организовывать и экспортировать в разные файлы информацию с различных веб-сайтов, либо возвращаться к своему исследованию и продолжать с того момента, на котором вы остановились. Сейчас это может быть непросто, особенно если речь идет о массе разных сайтов и нескольких устройствах. По нажатию на кнопку «Коллекции» справа в браузере откроется панель, на которую вы можете легко перетаскивать и группировать веб-страницы, текст и изображения. Для этого не нужно открывать еще одну страницу или другое приложение. Затем можно отправить эту коллекцию в Word или Excel. Также ее можно поделиться в скопировав Outlook или другой почтовый сервис. Вертикальные вкладки Если вы активно пользуетесь интернетом, посещая множество сайтов и у вас постоянно открыты десятки вкладок, после чего трудно разобраться где из них какая, Edge предлагает удобную функцию вертикальных вкладок, с помощью которой вы легко найдете нужную функцию и управлять вкладками сбоку по одному клику. Одна из самых важных функций, доступных в этом браузере – это блокировка отслеживания, которая обеспечивает конфиденциальность и приватность пользователей при работе в сети. Это новое дополнение к встроенному модулю защиты SmartScreen. В настройках вы можете выбрать одну из трех установок – базовая, сбалансированная или строгая. В зависимости от этого Microsoft Edge скорректирует, что будет блокироваться. Эта функция активна по умолчанию и с ее помощью станет проще обнаружить и управлять тем, кто отслеживает вас в онлайне. Вы сами сможете выбрать, какие трекеры блокировать. Приватная укладка Если вы пользовались браузером Chrome, то вам известно об этой функции. Во время серфинга, открыв вкладку в режиме InPrivate, история поиска не привязывается к аккаунту и по завершению сессии история просмотра, куки и данные сайтов будут автоматически удалены. Многие пользователи пользуются онлайн кинотеатрами. Edge является единственным браузером для Windows, позволяющий смотреть Netflix в 4К и обладающим поддержкой Dolby Audio и Dolby Vision. Помимо всего этого в браузере еще появилась удобная функция, которая позволяет закрепить ссылку на панели задач. Нужно лишь открыть нужную страницу в браузере, нажать по трем точкам и выбрать закрепить на панели задач. Герлыйк сразу же появится на панели, а встроена поддержка PDF позволяет просматривать и обмениваться PDF файлами прямо из браузера. Новый Microsoft Edge могут загрузить все желающие. Если вы еще не получили его в новом обновлении операционной системы, ссылку для скачивания я оставлю в описании под видео. Что в заключении можно сказать о браузере? По сути он такой же как и все ему подобные, не лучше и не хуже. Да, есть определенный интерес к новинке, особенно для тех кто пользовался классическим Edge. Если вы относитесь к этому числу, то вам особо имеет смысл установки обновленной версии браузера, так как он явно повысит скорость работы в сети. Для остальных же пользователей он вряд ли станет заменой привычного браузера. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.